Товарищи, сегодня у нас в меню два вопроса. Это вопрос о товарном фетишизме и глава вторая, процесс обмена. Но прежде чем начать, я бы позволил себе все-таки небольшую ставку минут на 5-7. Значит, у нас все-таки кружок здесь не в парне общепросветительский такой, где может учиться кто угодно и говорить после этого кто угодно. У нас все-таки партийность нашего кружка я бы не стал затушевывать, несмотря на то, что у нас представители разных партий есть. И тем не менее, понятное дело, что кружок этот носит партийный характер. И поэтому странно, когда некоторые слушатели этого кружка, так сказать, вроде бы как считающиеся знатоками капитала и так далее, с ревущими, они начинают говорить следующее, что очень позитивным для экономики нашей страны было бы ее нахождение в составе ВТО. И очень позитивный характер для развития нашей экономики. Несет так называемое инвестирование иностранного капитала, которое на самом деле, мы как все-таки марксисты должны знать, что инвестирование, это какое научное название это имеет? Воз капитал. Ну, для них вывоз, ну а для нас воз. Так вот, товарищ Бегизов, как вот вы видите себе коронизацию с политэкономической точки зрения? Вот коронизовали Индию, это что значит? Что там с ней сделали? Вы имеете в виду Индию в каком веке? То, что было в 19 веке, это конечно воз туда капитала. То есть, с ромали у нее таможенные границы, тамошние. То есть, военные сирой вели туда войска, значит. Но эти войска, как правило, иногда бывает, что коронизация имеет признаки рабства, когда местные жители, они серое оружие, там серые карты, экономическими методами работают на проработитель. Это бывает иногда. Но в целом, здесь имела место чисто экономическая коронизация. То есть, с ромали таможню, средства защиты внутреннего рынка. И после этого туда хрынуло и производство промышленное, и товары английские. Вот. И это привело к ликвидации, к замедлению существенному, к торможению, к регрессу. И это привело к деградации индийской нации на 100-летие. Значит, если сейчас у нас, значит, проблема, главная нашей промышленности в том, что к нам, вот, осуществлялись вот эти инвестиции в течение года лет. И промышленность наша, и ЗИР, и АЗРК, и множество других предприятий были развены, в том числе, именно вот таким способом. Как Писар Маркс, нет таких крепостей, которые устоят перед орудиями дешевых товаров. Дешевых товаров. И в таких условиях, будучи в неравных условиях, потому что если раньше эти заводы были государственными, и они поддерживались мощью объединенной советской экономики, то сейчас, оказавшись поодиночке, они не смогли противостоять западным монополиям, которые, у которых капитализация в десятки и сотни раз выше, и были разовены и уничтожены. Таким образом, уничтожено 90 с лишним процентов станкостроения отечественного, большая часть инструментальной промышленности, то есть самые ключевые вещи. И таким образом, в общем-то, выход из ВТО, если бы он состоялся, был бы трассальным благом для нашей экономики, равно как и реальные санкции, то есть прекращение ввозок нам капитанов, то есть так называемых инвестиций. И надо сказать, что вот эти санкции, они не правительство наше, а оно достойным образом здесь себя не ведет. Я думаю, что с этим сограсятся все, и можно было бы здесь то, что могло бы быть обращено на пользу развитию нашей страны, здесь не сделано. И по-прежнему сейчас можно констатировать, так называемые инвестиции, за них борются, и они достаточно велики у нас в страну. Проблема не в том, что нет инвестиций у нас, а проблема в том, что инвестиции, она же вывоз капитала с Запада к нам, ввоз, соответственно, для нас, и связанные с уничтожением отечественной промышленности, с уничтожением рабочих мест и с подчинением нашей промышленности иностранным монополиям, ибо технологии ключевые к нам не ввозятся, и те вот предприятия промышленные, которые делаются у нас, это сборочные цеха, придатки западных монополий, деятельность которых, кстати, может быть прекращена в любой момент. Это вот наносит красно-социальный вред. Так, товарищ Бегизов? Или я не прав? Ну, вы тут столько наговорили, конечно, в целом, в общем-то, я с вами не спорю, конечно, вы правы. А что-то опишите? Писал-то немножко другое. Ну-ка, кто за мной вы писали? Дело в том, что я с вами совершенно согласен. Во-первых, с Индией нашу страну сравнивают некорректно, потому что вы, колонизаторы, пришли, когда там никакого капитализма и не было, это была отсталая страна. Нет, как считать? Ну, ладно, мы сейчас не будем на Индией останавливаться. Наша проблема нашей страны в том, что наши, так сказать, те граждане, которые развалили в нас нашу экономику советскую, социалистическую, более прогрессивную, естественно, чем капиталистическая экономика западных стран, несмотря на все недостатки, несуразности и так далее, они сделали то, что разрушили крупную промышленность. Причем, я так понимаю, разрушили ее намеренно, как там это товарищ Чубайс говорит. Так они сами разрушили все? Нет, я считаю, что иностранный капитал, вообще капитал, насколько мы знаем по работам Маркса и Ленина, империализм как высшая стадия капитализма, капитал в современном мире вообще национальной особой окраски не имеет, он глобальный. Это глобальный международный капитал. Нет, конечно. Существует, конечно, разные нации. А может капитал существовать без защиты вооруженных сил? Естественно, без защиты военного, вооруженные силы, естественно, это крупнейших империалистических держав. Только они национальные, но и нормальные. Разделились страны еще во времена Ленина и Первой мировой войны на державы, которые играют, точнее, ввозят капитал, вывозят, точнее, капитал и ограбляют вот эти более слабые нации путем сверхэксплуатации. Что мы, собственно говоря, наблюдали в течение всего 20 века и наблюдаем сейчас. Это же в чем тут вопрос. Вопрос в том, что разрушение продолжается до сих пор. Оно при Ельцине продолжалось, при Путине, при Медведеве и сейчас. То есть мы знаем, что, например, наша авиационная промышленность, она была разрушена уже в самые последние, может, десятилетия. То есть в десятые годы, еще там 7-8 лет назад летали мы на отечественных самолетах, а теперь их нет. Везде иностранные. Ну, то есть они есть, но их фактически уже и нет. А то, что делаются вот эти суперджеты, они, в общем-то, это импартные самолеты. То есть это результат-то чего? Уничтожение авиационной промышленности? Это результат капиталистической экономики, в которой, я считаю, в России никакого выхода, кроме социалистического развития, нет. Она будет просто смята, она и так смята, она попадет в зависимость, она уже попала, и вы, кроме социализма, у меня нет. Чтобы было социалистическое, чтобы к социализму перейти, что надо оставаться в ВТО и... А я считаю, что в ВТО, вот в том дело, что дело-то не в ВТО, потому что ВТО, это как бы, это на поверхности явление, это как бы юридический закон, а экономический закон, он важнее. Потому что Китай тоже в ВТО состоит. А в ВТО это не экономический закон. Тот, кто в Китае состоит в ВТО, состоит. В каких условиях. Ну вот в каких условиях, правильно, если бы Россия была сильной экономикой, там, как Германия, или Америка, или Китая, она бы, состояв в ВТО, получала бы о себе привилегии. А слабые страны не получают этих привилегий. Да, в России-то надо ВТО состоять. Я считаю, что она может состоять, может состоять, не изменить, ничего. Ну как, ну давайте выйдем, и что. Так, хорошо. Ну что бы не состоял. Это так, понятно. Ну, понятно, хорошо, с вами понятно. Ну и насчет инвестиций, да? Давайте мы не закончим мысль. Вы совершенно правильно сказали, что те страны, которые входят в лави капитала, туристические страны, а на какой вот этой стадии находится сейчас современный капитал? Стадия империализма. Еще раз повторим, вот эти особолгающие вещи. Все страны, нет, конечно, они родились на два лагеря. Первая небольшая группа, как их назовем, собственно, империалистические хищники. И большая группа зависимых от них стран, которых вот эти самые империалистические хищники врагят. А вот дальше перейдем к вот этому. Что такое? Кто верховодит лагерь империализма? Вот эта группа стран. Во главе, и сейчас единственное изменение, что самое главное есть хищник, самая крупная акула в Соединенных Штатах Америки. Есть более маленькие, которые рядом плывут, иногда проявляют норму. Ну, в общем, это форма третий круг. Соответственно, созданы инструменты ограбления, вот это огромное количество стран. Разные дела. Мировой банк, Синин Иванович, и ВТО, и прочее, прочее, прочее. Это что такое? Прежде всего. Метрометр ограбления. Кто верховодит там, в ВТО? Соединенных Штат Америки и их сподвижники, да? Как их назвать? Поэтому все остальные страны, которые входят в ВТО, какая ему готова на роль? Ну, так конечно. Совершенно верно. Совершенно верно. Везде, где бы мы ни были. Какой бы мы инструмент экономический, юридический не взяли, везде видно, определяющая, руководящая роль на американском империализме. То есть, ВТО, это совершенно очевидно, один из инструментов, один из способов ограбления, крупнейшими, кстати, империалистическими странами остального мира. Другое дело, что некоторые, в том числе социалистические, или находящиеся на пути к социалистам, вынуждены. Социалистические, это у нас одна сейчас, она там не состоит, нам сказать. Ну, я называю социалистические страны. Страны с переходной экономией. Китай. Я на этом думаю, надо закончить. Насчет ВТО и мы можем продолжить насчет инвестиций. Так вот, инвестиции. То есть, так вот, по поводу инвестиций, то какого блага вы ждете от инвестиций, Александр Владимирович? Я не блага жду, я искажу из, так сказать, тех основополагающих вас марксизмов, при которых капитализм сам выращивается в магич. То есть, в стране, в которой нет развитого капитализма, переход к социализму невозможен, правильно? Если там еще уклад какой-то патриаркальный, феодальный и так далее, то можно. То есть, нужна развитая капиталистическая экономика, развитая промышленность, которая рождает развитые фронтарианты, организованные фронтарианты, которые единственным способны руководить всем обществом. То есть, власть здесь способна. Ну это понятно, вы считаете, что иностранные инвестиции будут способствовать развитию российской промышленности? Я не знаю, это сложно, я уже знаю, изучаю. Ратуете, но вы за это отчет. Я не ратую ни за что, я говорю, что можно делить на иностранные, национальные, я считаю, что это не совсем логично. Ну что значит, как иностранные, не на иностранные? Нет, ну подойдите, вы говорите о том, что нужно развитие капитализма. А вот так иностранные инвестиции будут способствовать развитию капитализма в России. И смотря какие инвестиции, если это инвестиции, извините меня. Ну а какие могут быть? Ну такие, если бы устроиться заводы, высотовая цель, это промышленный капитал, который сюда привезет, построит здесь какие-то заводы. Да, построить, там будет полиэтиленовая пленка производится, по высоте технологии, оборудование. Это будет автопром, допустим. Хорошо, сборка автопрома, а как вы думаете, по замкнутому циклу будут у нас строить заводы? Какой дурак у нас будет строить заводы по замкнутому циклу? Ну вы даете. Ну, мы не знаем, по какому циклу. Мы знаем, мы это знаем. У нас есть автопром современный российский, который теснейшим образом срослся с иностранными, правильно? Практически сейчас уже нет автопрома, благодаря вот этим инвестициям. Никакой не было, мы можем накатить долгий на везде, чтобы быть ездить на «Жигулях», там, у вас 20.07. Ты что, очень хорошие были машины в своем время, как же это? В свое время, да. И десятка была в своем время хорошая машина. Специально не развивали, чтобы... Я не знаю, тут вопрос не в этом. Сейчас есть сладая какая-то, Веста, да? Машина, которая, понятно, что приятная. Я согласен, что инвестициями разрушили, в том числе, автопром? Инвестициями иностранного капитала разрушили автопром? Вестиции разчистили? Конечно. Нет, это, конечно, так чистили под иностранный капитал, а разрушали, просто не развивая промышленность. Что злоумышленники, тут такого же не было, что злоумышленники разрушали там сознательно, нет. Просто запустили. Для того запустили, чтобы у нас уничтожили. Да, а вот разрушали методом запуска вот этого иностранного капитала. Нет, на самом деле, вот, насколько автопром, я знаю, то есть в нулевые годы, а в конце 90-х, не то что производство здесь было, сюда просто вводились иностранные автомобили, произведенные за рубежом. Бэушные или новые. А потом их закрадительными пошлинами прикрыли, потому что все ездили на поддержанных аномарках и стали производить здесь. Эти иностранные, но не эти другие. Я вот как доцент к автору колесных и гунищет машину, где была целевая группа с автовазом, могу сказать, что в 90-х годах автоваз жил очень хорошо. У него были большие прибыли, машины его ценились, разрабатывались гаммы перспективных машин, которые неплохо выглядят даже сейчас. А потом, когда было принято вот это решение о создании отверточных производств здесь, так сказать, машины, на которых не облагались высокими пошлинами, вот это и послужило начером конца автопрома отечественного. Именно это, именно вот это инвестирование. Российский Детройт под Петербургом, как Матвиенко здесь, рад в разы которого, это вот и привело к уничтожению достаточно развитой отечественной промышленности. Я с вами с одной стороны соглашусь, с другой стороны, давайте честно, в 90-х годах наш автопром сравнить с иностранным было невозможно. Возможно. Ну, потому что он сильно отстал. Это отставало лет на 10. Вам любой эксперт автомобиля это скажет. Вот сравните машину, выпуском, японскую или немецкую, 90-х годов, 50. Значит, это не значит, что надо было его уничтожать? Ну, это не значит, что ты не говоришь, что надо полностью уничтожать, наоборот. Надо развивать. Товарищ Бегизов, это прямо не говорит, что надо уничтожать, но он говорит, что нужно инвестиции, инвестиции уничтожают. Мы думаем, вот что на сегодняшний момент, то, что было нужно, допустим, Некоторые говорят, что нужны инвестиции. Вот что сейчас называется «Автопроб». Не путем иностранных инвестиций. А каких инвестиций? Отечественных. Откуда? А что, денег нет в стране? Ну как? Деньги, конечно, есть, но они... Во-первых, они не хотят инвестировать. Во-вторых, если вы хотите в «Автопроб» инвестировать, вам придется покупать зарубежные технологии за рубежом. Правильно? Но это другое дело. Когда мы, во-первых, так точно и продадут технологии. Ну, так и все старые продадут. Ну, не знаю. Александр Владимирович, возможности России, даже разрушенные, полуразрушенные, лежащие чуть ли не на боку, колоссальные. Они же колоссальные, только мешают капитализм. И источники... Нет, капитализм тоже разного бывает. Вот источники, они в триллионах рублях. На 7-м год, каждый год на сегодня. Первое – это амортизация. Вот та амортизация, которую капиталисты должны делать, у нас стоимость фондов на 1-й новоря – 170 триллионов рублей. Есть нормы амортизации, утвержденные правительством. Они, правда, не обязательны. Но, скажем, если капиталисты соблюдали хотя бы эти нормы амортизации, то как минимум бы несколько триллионов, ну, десятков триллионов рублей откладывали в этот амортизационный фонд, это их обязанность, чтобы через некоторое время, когда эти станки, которые были раньше закуплены, выявили из строя в силу износа, физического, морального износа, они за счет этого амортизационного накопленного фонда, за счет десятков триллионов рублей, купят новые станки. Если пока пускай вопрос, где это? Второй. Что делают наши родные, в кавычках, капиталисты, с этими амортизациями? Вот отправляют туда, в Авшорс. Это первая причина. Первая причина того, что разрушается, так? Где источник? Второе. Вообще, элементарным чей вещью, читаем капитал, там есть вещь, которая на поверхности лежит, да? Источник такой. Что такое накопление? Мы еще не дошли до него, но дойдем. Это капитализация прибавочной стоимости. Иначе говоря, капиталист, часть прибавочной стоимости, которую он получает, да, за счет высасывания труда наемовской рабочих, ну, пускай часть должен пройти, ему нужны яхты, ему очень хорошо питаться, нужно дворцы в разных странах, но часть он должен отправить на расширение капитала, на покупку новых средств производства и рабочие силы. Некоторые говорят, как-то, если нет, у нас прибыли. А я приведу один очень простой пример. Значит, у нас начался кризис, да, в каком-то, в четырнадцатом году. Да. Четырнадцатом году... Четырнадцатом году... Девятом и должен... Нет, там, это... Новый, так сказать, виток связан с санкцией и так далее. Значит, производство стало падать. Откройте статистический сборник. Вы видите, вот они вот эти вот цифры, да, графики падают. Что произошло с зарплатой, рабочих и так далее, реальной зарплатой? Она тоже стала падать. Ну, понятно, если кризис в стране, падает производство, что происходит с зарплатой? Она падает. А вот вопрос всем, а что произошло с прибылью наших родных, в кавычках, капиталистов? Они из года в год, на удивление, росли. Росли. Начинаем с четырнадцатой, пятнадцатой больше, чем для четырнадцатой, шестнадцатой, чем для... И семнадцатой будет больше. Если не ошибаюсь, в прошлом году будут 12 триллионов рублей. И вот вопрос, куда их идти? Ну, ладно, часть можно... Опять повторяю, все это дело, они должны проездить, купить себе ярко-самолеты и так далее, но другую часть должны отправить на производство. Какую? Есть элементарные понятия экономические, нормы накопления. Так вот, страны, которые отстают и хотят догнать, более передовые, должны иметь повышенные нормы накопления. Ну, чтобы нам догнать, как пятьдесят процентов, у нас на двадцати нет. То есть все опять уходит вот туда. Это называемые маршруты. Это второй источник. Третий источник. Я вот вчера раскечатал, ну, у нас, с нетым запознанием, Росстад, если бы не сразу, на следующий день. Вот уже начали публиковать данные по семнадцатому году. Есть так называемый, да, экспорт-импорт. Мы туда товары покупаем. На протяжении двадцати пяти лет в России наблюдается положительная стадия торгового баланса. Как расшифровывается это хитрое и мудреное слово? То есть продаем больше, чем покупаем. И сумма от ста миллиардов долларов до двухсот пятидесяти миллиардов долларов положительная стадия. Помножьте на курс 56 или 57, сегодня сколько получается? Это триллионы рублей. Вот каждый год капиталистическая наша Россия получает эти колоссальные деньги. Куда они идут? Ну, предположим, купят то, что здесь не производят, деваться некуда, да? Оставят там, на счетах в американские банки, купят американские ценные бумаги, частично разворуют, и все это вот как песок сквозь пальцу ходит. Это уже не триллионы, это десятки, сотни триллионов рублей за это время. То есть внутренние источники нашей буржуазной России колоссальные. И мы понимаем, за счет чего они образуются, за счет того, что трудом, сказать, советских людей был создан колоссальный запад, и даже они до сих пор не могут его уничтожить, до сих пор на них работать. Вы смотрели источники колоссальные. Другое дело, та правящая верхушка, тут класс. А вы думаете, будет какая-то другая правящая? Я считаю, что любая правящая верхушка в Россию будет ввести именно такую правящую. другую. Но не инвестиции, мы же это обещали. Я же, надеюсь, от этого могу сказать, что это будет революция. Что касается инвестиций зарубежных, понятно, вывоз капитала, он не является главным. Какую-то роль сыграет, ну, прекрасно сказали все его, и вы, что это будут отверточные производства и прочее, прочее, прочее. Но это опять повторяю, в любом случае вывоз капитала, это что? Один из элементов ограбления инвестицийских хищников. Тратовать за иностранные инвестиции это ратовать за ограбление России. Ну, как одна сторона. Чтобы более понятно было, можно вспомнить пословица, что здесь, пусти козла в огород. В смысле козла? Ну вот, ВТО. Да не в ВТО, мы же тут не боремся за интересы России или не России. Правильно? Надеюсь, все понимают. Мы коммунисты, боремся за вообще мировую революцию. Это вы троцкисты, так бог и честно. А вы что хотите? Ну, допустим, давайте стараться. Это вы троцкисты, так бог и честно. Вы мне еще троцкисты называете. Ну, допустим, вот я могу сказать, усилилась Россия, до уровня Америки. Что произойдет? Война импиналистическая, а вот у Луны... Ну, в коем случае нельзя допускать усилиления России? Чему нельзя допускать? А что произойдет? Вы жить-то хотите? Я хочу. Жить хочу. Я хочу, чтобы буржуи развязали войну. Не хочу, чтобы моя страна была импиналистической. Значит, надо тихо, мирно лизать сапоги Америки. Понятно. Лишут сапоги Америки не российские политические, а российские буржуазии. Ну, лишут понятно почему. Потому что они не хотят связываться, им проще уехать на Запад, чем тут устраивать. Понятно. Так, ну что, товарищи, значит, позиции ясны. Я думаю, здесь, в общем-то, спасибо Виктору Ивановичу. Он очень хорошо все разъяснил. У меня всегда было жиранье, когда я слышу, что в России денег нет, схватиться за большой черный пистолет. Но вот Виктор Иванович обверг эти мои жирания в научную форму доказательную. Так что ему спасибо большое. А мы, я думаю, продолжим, значит. Давайте. Начинаем. Поехали. Давайте. Сам, Вадимович, начинайте. Почему? У нас... Нет. Это вторая глава. Не заканчиваем первую. Первая глава, да, четвертый параграф называется «На товарный фетишизм и его тайна». Ну, что касается товарного фетишизма. Маркс начинает этот параграф тем, что, значит, пишет о том, что это первый взгляд, значит, товар весьма тривиальная вещь. Но его анализ показывает, что эта вещь полная, как он пишет, метафизических тонкостей и теологических изощрений. И дальше начинает рассматривать, чем же заключается мистицизм товара. Уж это такое. Ну, и тут он выделяет как бы три пункта, по которым рассматривать. Первый – это потребительная стоимость. И как выясняется, как уже из предыдущих трех параграфов, понятно, что в потребительной стоимости ничего загадочного, в общем, нет. То есть, это продукт человеческого труда, потребительная стоимость – это, значит, сама вещь, как мы тут уже выясняли, полезность ее. Материальное благо. Материальное благо. Тут, в общем, ничего нету такого загадочного. То же самое можно сказать и о стоимости. То есть, стоимость заключает в себе абстрактно-человеческий труд. Ну, если так сократить, скажем так. То есть, это нечто отличное от качества, то есть, это труд, рассматриваемый со стороны количества. То есть, это некий человеческий труд, который образует стоимость. И, наконец, так как, третье, что пишет Марк, так как люди так или иначе работают друг на друга, их труд приобретает тем самым общественную форму. И дальше задается вопросом, откуда же возникает загадочный характер продуктов труда, как только этот он, продукт труда, становится, принимает форму, точнее, товара. Очевидно, что и с самой вот этой общественной формы. И вот эта таинственность этой формы товарной заключается в том, что она является зеркалом, в котором общественный характер труда отражается, как внешний характер продуктов труда. То есть, общественные свойства вещей становятся вещественными как бы. Людям кажется, что продуктам их труда вот это вот свойство присуще от природы. То есть, мы что знаем, что предметы потребления становятся товарами, ну, потому что они есть продукты независимых друг от друга частных работ, частных производителей. А комплекс этих частных работ образует совокупно труд общества. И так как производители вступают в этот общественный контакт лишь путем обмена продуктов своего частного труда, то поэтому производители создаются впечатления о том, что вот этот специфический характер, как Маркс пишет, создаются впечатления о внешнем отношении лица и общественном отношении вещей. То есть, надо понять, что общественный характер труда, он не только при товарном производстве существует. И как мы дальше в конце этого параграфа увидим, Маркс приводит примеры других способов производства. Но именно в процессе, значит, в товарном производстве возникает вот этот специфический характер, который проявляется только в рамках обмена. То есть, производство все равно общественное. Никакого другого производства быть не может у человечества. Не может считать один человек отдельный, что-то там производить. Это общественное производство. Но это общественное производство принимает такую форму, в котором есть большое количество частных производителей, или небольшое, если это развитие потом пошло, но не важно. и они вступают в обмен между собой в отношении общественное тем, что обменивают свои продукты труда на продукты чужого труда. И в этом смысле в этих рамках этого обмена продукты труда как бы расщепляются на общественно одинаковую стоимость, поскольку это товар, то у них имеется стоимость. И стоимость, естественно, мы можем сказать, одинаковая в общем. И различные потребительные стоимости, то есть у товара есть стоимость, есть потребительная стоимость. Производя потребительные стоимости, разные частные производители обменивают их и приравнивают друг к другу путем того, что каждый из этих продуктов труда имеет стоимость. Эту стоимость в общем-то можно измерить и мы уже это рассматривали, что нет таких вот часов, хотя на самом деле продукт и стоимость вообще это количество затраченного труда, количество труда можно измерить в общем-то только тем, что привести его к какому-то простому труду и в общем-то это количество затраченного времени на производство того или иного продукта труда. Но в процессе обмена, как мы тоже выяснили, обмениваются люди именно потребительными стоимостями. И одна потребительная стоимость является как бы зеркалом эквивалентом другой. То есть пока обмен не имел большого распространения, то есть пока он зарождался, обмен мы знаем, что он возник не между отдельными, допустим, членами семьи или общины, а на границах, так скажем, вот этих общин, которые существовали. То есть сначала одна группа людей в общем-то обменивалась с другой группой людей. Потом уже постепенно товарное производство приняло такой всеобщий характер. и тогда возникло такое впечатление, будто сам предмет труда, продукт труда, вот это свойство ему того, что он присущая стоимость, она вообще присуща ему от природы. Ну, мы можем сказать, что особенную роль мы еще до денег не дошли, это именно денежная форма сыграла, потому что именно стоимость золота, поскольку мы дальше это будем рассматривать, то есть люди обменивают не, скажем так, Библию на капитал, на хвост, а используют для обмена зобственно еще и деньги. То есть специфический товар, товар-эквивалент, который, потребительная стоимость которого резко отличается от потребительной стоимости всех других товар. Вот. И тут можно сказать, что с одной стороны частные производители, частные, во-первых, любое товар, продукт труда, это продукт каких-то частных работ. Соответственно, мы можем уже не просто люди между собой на самом деле сравнивать товары, друг с другом, хотя на самом деле это именно товары, а их общественное отношение в том, что они частные виды своих отдельных работ приравнивают к частным работам других производителей. Да, но вместе это создает совокупный общественный труд. И с одной стороны возникает двойственный общественный характер. С одной стороны это определенные виды общественного труда затрачены звенья совокупного общественного труда, а с другой стороны они удовлетворяют эти работы потребности самих производителей. Так же как каждый вид общественного частного труда может быть обменен на другой вид общественно полезного частного труда. И равенство их может выразиться только в стоимости. И на практике, на самом деле, производителя, товаропроизводителя интересует, в общем, обычный простой вопрос – сколько чужих продуктов можно получить за свой. Ну, когда вот эти устоявшиеся пропорции достигают, как Макс пишет, известной прочности, кажется, что стоимость вообще обусловлена самой природой вещей. Особенность при возникновении товара-эквивалента, то есть денег. Но в конце этого параграфа Маркс приводит примеры, когда весь мистицизм исчезает, как только мы переходим к другим формам производства. Он приводит, для примера, там, Барщина, Робовладение, ну, и Союз Свободных Производителей, то, что мы называем, там, коммунизмом и социализм, он это назвал Союзом Свободных Производителей. Причем он сделал допущение такое, что только, чтобы сравнить его с товарным производством, то есть общество производит, то есть производство общественное, люди работают на общественных средствах производства, производят общественный продукт, часть которого идёт на развитие дальше производства, а часть, собственно говоря, делится между, скажем так, кедоками, между вот этими членами этого союза. Ну, поскольку делиться может совершенно в разных пропорциях, мы знаем, есть как. От каждого по способностям, каждому по потребностям, а есть от каждого по способностям, каждому по труду. Поэтому вот он, Маркс приводит пример лишь для того, чтобы сравнить с товарным производством, будем считать, что затраты каждого труда, вклад каждого измеряется количеством рабочего времени. И это всё, поскольку это не принимает форму товара, это на поверхности явления, то есть, в смысле, не создаётся никакого мистицизма. Вот этот человек отработал 8 часов, так скажем, и за 8 часов ему положена какая-то доля общественного труда. Ну, и тоже самое можно и поговорить про, например, барочный труд, там тоже не возникает никакого мистицизма, потому что крестьянин, допустим, в феодальном обществе не в товарные отношения вступал с феодалом, а просто непосредственно на него работал какое-то количество времени. То есть, какое-то количество времени работает на своей земле, а часть времени на земле помещика. Ну, рабовладение там тоже, рабовладельцы с рабами не вступали ни в какие товарные отношения, поскольку рабы были, в общем-то, как считали… — Ни люди. — Ну, юридические или договорящие орудия. Но вкратце примерно то, что, так сказать, сложилось. Если кто-то хочет дополнить, пожалуйста. — Но вот всё-таки более-неско вкратце, вот если сказать, вот что фетишизм у нас есть. Фетишизм — это поклонение неодушевлённым предметам, которые наделяются магическими свойствами всякими. Вообще, фетишизм — слово это от португальского «феотикал», «вокшебство». И вот общественные отношения людей при развитой, при всеобщей товарной экономике, как называл капитализм Марк, да, одно из определений, что такое капитализм — это всеобщее товарное хозяйство. Здесь это порождает такое вот именно отношение между людьми, принимает фантастическую форму отношений между вещами. И Марк указывает, что этот мистический характер, он порождается ни потребительной стоимостью товаров, ни определениями его стоимости, как мы знаем по труду. А он возникает только из самой товарной формы товара. И вот эта товарная форма, из формы товара, она зеркало, которое отражает людям характер собственного труда как общественные свойства вещей, якобы присущие им от природы. То есть вещи наделяются некими такими свойствами. На какой стадии это, получается, появляется? Это и появляется на последней стадии развития товарного хозяйства, когда оно приобретает всеобщую форму на капиталистической, и когда происходит расщепление продукта труда на полезную вещь и стоимостную вещь. А здесь почему это происходит расщепление? Потому что стоимостной характер вещи учитывается уже при самом ее производстве. То есть товары, то есть с самого начала при производстве вещь производится как товар. В предыдущих общественно-экономических формациях, рабовладельском, феодальном, такое не носило тотального характера. Как правило, там производилось что-то для рабовладельца, он их считал нужным чье-то продавал или для феодара. Тоже, конечно, вот эти вот клетки общества рабовладельского и феодального, вот эти хозяйства рабовладельские либо феодальные, они, конечно же, между собой обменивались. Нельзя сказать, что вот это были авторкии какие-то, между которыми не было обмена. И обменивались они между собой, конечно же, на товарной основе, какими-то там излишками и так далее. И именно это вот скрепляло вот эти клеточки в единый общественный организм. И Марк здесь приводит, что торговые народы, они живут в промежутках между вот этими отдельными клеточками и торгуют. И сравнивают здесь с богами Эпикура. Эпикур вообще был материалист, но он считал, что от миров много, в них живут люди в этих мирах, а между этими мирами отдельно существуют боги, которые никак в деятельность людей не вмешиваются, а вот они в межмировых пространствах существуют. Также вот и здесь имеют место вот эти хозяйства, а между ними вот эти торговые народы. То есть как бы вот они скрепляли вот эти нерыночные в своей самой основе отдельные хозяйства клетки. Надо сказать, что современная монополия, про современную монополию, несмотря на то, что в ней имеет место кооперация труда, такого сказать нельзя, что это не товарная клетка, скажем так. Почему? Потому что в этой монополии имеет место продажа рабочей сиры ее работниками. И поэтому даже вот если представить себе, практически конечно такого не может быть, но представить себе сверхмонополию Каутского, которая одна на весь мир, все равно это не будет не товарное хозяйство, потому что внутри этой монополии каждый из ее работников будет продавать свою рабочую сиру. Вот. И Марк здесь еще обращал внимание. Да, и вот при таком товарном производстве производители интересуют не свойства производимого им товара, а сколько на него можно обменять других товаров. То есть это так называемый стоимостной подход. Мне совершенно не важно, что я делаю, важно, что я за это могу получить. Вот. И далее здесь Марк пишет, что размышления над формами человеческой жизни, научный анализ этих форм избирает путь, противоположный их действительному развитию. То есть у нас идет развитие форм товарного обращения от самой простой формы товара обмена до денежной формы. А вот изучать, изучение начинается, как Марк пишет, постфестум, задним числом. То есть исходит из готовых результатов процесса развития. И он пишет, что только общее выражение денежной стоимости товаров даров возможность фиксировать их характер как стоимостей. То есть вот отсюда из этого стоимостного характера деньги же у нас тоже товар, да? Выходит вот это поклонение золотому тельцу на деление денег всемогущими такими свойствами, как такой опоры мироздания и всего-всего на свете. Вот это оно тоже отсюда выходит. Ну и кроме того, вот да, совершенно верно, Александр Владимирович сказал, что при капитализме буржуазными экономистами, даже учеными так называемыми, высказывается мнение, что стоимость есть свойства вещей. Как тут писал один политэконом Маркцева приводит, жемчуг или армаз имеют стоимость как жемчуг или армаз. армаз, это, конечно, совершенно неправильно. Вещи сами по себе никакой стоимости не имеют. Стоимость имеет только товар, только товар, который вступает в процесс обмена. Вещь сама по себе жемчуг или армаз, как они находятся в природе или как даже вы их там сорвали, там где-то нашли для себя там или для чего-то, они стоимостью не обрадают. Она не входит, как Маркс писал, в их физическую форму, и никакой стоимостью вещи обрадать сами по себе не могут. Обрадать стоимостью могут только товары. То есть вещь, как товар, вещь, вступающая в обращение через обмен. Или тем более вещь, произведенная для обмена. Ну вот такой Виктор Иванович. Еще не смотрят накосячили? Все хорошо. Все хорошо. Товарищи, у нас прибывшие, есть еще добавить? Читали? Ну это уже переходят в следующую главу. Но это вам сейчас дадим слово. У нас еще время, слава богу, есть. Мы еще так стоять за ним. Вот, да. Так что есть еще кому еще добавить? Ну что, Степан Иванович, тогда вам слово по процессу обмена. Ну, это глава одна из самых коротких. Ну, товары не сами друг другом обменятся, а их обменивают в товаровладельцы, и для них свой товар не имеет потребительской стоимости, иначе бы он не обменивал его на чужой потребительный, а обладает только стоимостью. Но при этом они хотят обменивать свой товар на чужой, обладающий такой же стоимостью, иначе он потеряется. Если товар меньше стоимости, будет обмениваться, естественно, он будет как бы в проигрыше, будет себя считать. То есть для того, чтобы товар реализовал себя как потребительная стоимость, он должен вначале реализовать себя как миновая стоимость. Вот. Ну, исходя из несправедливости, которая несет развитие капитализма, мелкобуржуазные социалисты, прежде всего Пруден, который Маркс расхитиковал в «Нищете философии» в 1847 году, вот эти, ну и в манифесте более сжатом виде компартии, то есть парография мелкобуржуазный социализм, эти социалисты, ну можно сказать в кавычках, считает, что можно обмен при капитализме сделать справедливым, ну и в частности обмен рабочей силы на зарплату. если, значит, опираясь на всякие красивые законы, которые принимает буржуазия, ну начала она принимать, начиная с 19 века и продолжает по сию пору, как всем известно, в тех же конституциях СНГ, это сквозит, опираясь на существующие капиталистические, экономические законы, она выводит, ну и продан, как один из пионеров этого заблуждения, справедливые законы для обмена. И потом, значит, эти справедливые законы, это юридическая форма, хочет навязать как бы экономическим законам, существующим и развивающимся при капитализме. Но это то же самое, что строить дом, начиная с крыши, то есть построить сначала крышу, на нее уже громоздить там стены и потом фундамент. Это разумно, сначала оставишь крышу и потом сухостью уже делаешь все остальное. То есть производное делать основой, ну это Марс хорошо расцветировал, ну и дальше он переходит, Марс, к взаимоотношениям товаровладельцев между собой, у которых, ну, каждый свой товар, он рассматривает как всеобщий эквивалент для того, чтобы обменять на товар другого товаровладельца. Но раз они все считают свой товар всеобщим эквивалентом, а эти товары все-таки разные, иначе чего их ради обменивать друг на друга, то такого не может быть. Может быть всеобщим эквивалентом только один вид какого-то товара. Ну и в процессе развития обменов между общиной, между государствами, выявляется один из видов товаров, который становится всеобщим эквивалентом и получает название деньги. Вот. Ну, в более древние времена это мог быть там скот у кучевых народов или у народов живущих на островах, там на архипелагах в Тихом океане, это или в Индийском тоже есть небольшие архипелаги, там виды более дефицитных ракушек становились деньгами. Где-то там в начале Средневековья в Западной Европе это же нова могли быть таким всеобщим эквивалентом. Но потом эта роль перешла к серебру и к золоту, благородным металлам. И поэтому, когда из-за блокирования атаманской Турции затруднилась товарообмен, то есть пути между Западной Европой и Индией, откуда западноевропейским торговцам требовалось пряности для консервирования сельхозпродуктов. Начались поиски других путей в Индию. Но кроме пряностей, которые ценились иной раз дороже, чем серебро по крайней мере, а то и золото. Одним из важных продуктов, которые требовали европейцы, ступая на незнакомый берег, требовали у местных племен, это было золото. Жажда золота, как всеобщая эквивалента, она ступала вслед за развитием кораблестроения, за освоением новых торговых путей, прежде всего морских, западноевропейских торговцев. Это дало гигантский толчок развития товарного производства, товарного обмена и тем самым капитализма. Но можно еще заметить, что в течение многих сотен веков, ну, по крайней мере, с 15-го по 18-й век включительно, одной из форм всеобщего эквивалента в треугольнике Западная Европа, Африка и Америка с Вест-Инди служили просто рабы. И во многих классических романах, там у Мальдзака, у других писателей западноевропейских, описывая торговые операции этих коммерсантов, употребляется термин «индийский товар». То есть это даже не расшифровывается сплошь и рядом, а даже, ну, может быть, разве перемещение в переводчиках. Это было, ну, в течение века-другого, когда во всю шло освоение, ну, сельхозземель или превращение в сельхозземли в действительной природе в Вест-Индии и южных штатов, вот, в США. Там, значит, производили в гигантских количествах такие культуры, как пальмовое масло, какао, ну, и в Африке то отчасти тоже пальмовое масло, конечно, возили кофе, табак и по массе затраченного рабского труда и, стало быть, по массе привлекаемых там миллионов и десятки миллионов рабов первое место занимал в южных штатах США хлопок. Ну, и для удобства торговли рабской силы, которая тут одновременно, как в ряде произведений Марса отмечал, она представляла собой в натуральном виде рабочую силу. Значит, для работорговцев, ну, эквивалентом вот этой рабской силы был, ну, мужчина здоровый до 35 лет, вот, к нему приравнивались все другие рабы и доходило до 11 человек, равно этому здоровому, значит, мужику из Африки вызвано. Особенно из Восточной Африки. Ну, это несколько клонили, если бы убежали вперед, но вот в качестве всеобщего эквивалента в этом треугольнике вот выступали, по крайней мере, в двух вершинах в Африке и в Америке вот эти рабы. Нет, ну, поначалу даже человек в Лондоне торговали рабами сотнями тысяч, год при Петре первым, наверное. То есть, возили их для того, чтобы какие-то мануфактуры там, чтобы заработали питание. Давайте непосредственно, процессы админата вернется. Да, ну, процессы админата. А, Мир, а что такое у нас вообще? Ну, как, это взаимное отчуждение двух вещей, товаровладельцами, ну, которое, значит, происходит одновременно. Вот, и... Взаимное отчуждение вещей, продуктов труда... Да. Ну, необязательных труда, может быть, он где-то там захватил, что там как раз. То есть, только юридически свободными, независящими друг от друга субъектами может производиться этот обмен. Мы должны признавать друг в друге собственников. Поэтому вот здесь и мы говорим о товарном хозяйстве только, когда были сметены перегородки вот эти рабские и феодальные, формы прямого неэкономического подчинения. И вот что мы видим, да? Вот при простом товарообмене, вот мы с вами чем-то обмениваемся, я свой товар рассматриваю как относительной форме стоимости, вашу эквивалентной. Но мне нужно много всяких, я вот что-то делаю одно, а мне надо много всяких, там, ботинки, брюки, все такое. И я уже начинаю вот этот свой товар рассматривать как, наоборот, как эквивалент, что я на свой товар могу купить столько-то ботинок, столько-то брюк, столько-то сюртуков, столько-то хлеба и так далее. Вот в такой форме. А так как каждый из нас хочет такого же, мы неминуемо приходим к общему эквиваленту, к деньгам. В качестве денег вы совершенно верно сказали, там вот вначале у нас применялось бог знает что, а потом постепенно все это выкристаливалось здесь, ну, в основном золото и серебро. Да. Вот. Сейчас, значит, все драгоценные камни могут использоваться, вот камни в основном. Металлы в основном, медь, серебро. Нет, камни они плохо масштабируются, золото, статуэтку. Ну, уже вперед. А тынков взяли и переправили, а здесь? Любую массу, чтобы любой массу там отлить или отштаповать. Вот. Ну, и со временем, с восемнадцатом веке, значит, ну, и в России, там, и еще раньше в Западной Европе, а еще раньше, наверное, естественно, в Китае вместо денег стали применять их знаки в виде денежных ассигнаций. Ассигнации. Ассигнации. Ну, это пока ассигнации, да, заменители денег, это мы… это немножко потом… Служащие слова. То есть, ну, и кончается тогда тем, что, таким образом, загадка денежного фетиша есть лишь ставшая видимость, лепящая взор, загадка фетиша товарного, о котором нам доказывал Александр Владимирович. Да. Так, ну, здесь мы доковыляли как-то худо-бедно. Просим прощения у слушателей, если чего мы тут несколько судово… Надо, надеюсь, подвести итог. А, да. Кажется, мы немножко упустили с самого начала. Еще раз возвращаемся. Так. В начале… А, еще тут… Нет, нет, о цене… Это, я думаю, давайте мы пока… Золото и серебра. Нет, это пока поменялись. Давайте… Главное… Главное… Рассказал… В деталях, в красках… Да, да, да. Немножко… Главное… Главное… Да, что Виктор Иванович. Какой марксометод? Диалектический, да? Да. Капитал – это приложение диалектики к конкретному характеристическому способу производства. Диалектики как? Движение вперед, чтобы сделать, что нужно? Немножко отступить назад. Вот мы это не сделали. Немножко, поэтому мне показалось небольшой разрыв получился. Мы взяли просто и начали с процесса обмена. Да. На самом-то деле нам нужно было немножко приближаться с самой первой главы, с первого параграфа. То есть, вы потом в своем выводе немножко оттянили это, я хочу еще раз акцентировать ваше внимание. Форма стоимости – это что есть? Самая абстрактная, самая общая форма всего буржуазного способа производства. Именно ею вот этот буржуазный способ производства характеризуется как вот определенный исторический этап развития человечества. А внутри товара, на первых занятиях, есть внутренняя противоположность между потребительной стоимостью и стоимостью. И она вот постоянно требует, объективно толкает, ищет, пытается найти выход во внешнем, каком-то внешнем выражении. И она его находит путем разделения мира товаров на товар и деньги. То есть, я хочу подчеркнуть, что вот этот процесс объективно неизбежный, необходимый. То есть ли есть товар, даже пускай не развитый в форме, при определенных условиях появятся деньги. А затем, это мы выясним уже на последующих занятиях, появится капитал. Капитал. У нас будут капиталистические, сейчас я заканчиваю. И современники Марса, они получили название у нас как? Мелкобуржуазные социалисты, наиболее яркий представитель его, пруду. Вот почему мелкобуржуазные социалисты? Вот социалисты, они критиковали капитализм. Это плохо, да? Да. А вот товарное производство взято само по себе, скажем как, это хорошо. Но что плохого в том, что товаропроизводитель произвел товар, затратил труд, вынес на рынок и получил в обмен один на свой товар. Другой товар на основе закона стоимости, на основе затрат труда. Это же очень хорошо. А вот все, что за пределы товарами, там деньги, не дай бог капитал, это очень плохо. И вот у него была идея, давайте мы вот так вот разделим, возьмем топор и разрубим товар. И все, что связано с товаром, стоимость, потребительная стоимость, закон стоимости оставим. Это будет хорошенькое, чистенькое наше светлое будущее. А вот все, что дальше там, деньги, капитал вообще откинем в сторону. Сейчас я ищу. Сейчас я просто хочу сказать, ведь у Прудона вроде бы были какие-то там заметки о всеобщем народном банке, то есть он деньги отрицал все-таки Прудон. И вот эти идеи, то есть коммунистические идеи, вот у Марса, да, нашли своих представителей уже через сто лет, через сто пятьдесят лет, да. А вот эти идеи мелкобуржуазного социализма, Прудоновские, они тоже нашли своих представителей, так сказать, в Советском Союзе. Хорошо. А вот теория товарного, социалистического товарного производства, это своеобразное, вот так сказать, воплощение идеи Прудона уже применительно уже к построенному социализму СССР. Ведь что представители, так называемые товарники, представители социалистического товарного производства говорили, они говорили очень просто, что товарный производство – это хорошо. Закон стоимости – это замечательно. А капитализм – это плохо. То есть прибавочная стоимость и эксплуатация – это плохо. Давайте вот так вот разделим. Вот товарное производство, ну они даже сделали шаг вперед, в кавычках, по отношению к Прудону. Они сказали, товарное производство и деньги – это хорошо. А вот капитал – это уже плохо. Давайте вот мы на непосредственно общественной основе сделаем вот это социалистическое товарное производство. Рыночный социализм. Я не знаю, что было в головах, но на деле мы к чему пришли? К обычному. Понятно. С другой стороны, они действительно дальше Прудонов, потому что какое товарное производство без денег, ну все-таки. А с деньгами идет безбежность. И это уже будет предметом исследования последующих наших занятий. Вот такое я хотел сделать замечание. Спасибо большое, Виктор Иванович, это очень ценно. Ну и теперь нам надо на следующее занятие. Следующее занятие у нас через две недели. Вот сейчас подойдет, надо будет поговорить, пустят ли нас сюда 23-го числа. В принципе тут 23-го числа из нас все могут? Вот. Может выяснится. Еще у нас выяснится. Костяк останется. Вот. Костяк, я думаю, останется, по крайней мере, массового. Нет, не будет это самое. Ну это хорошо. Я точно буду. Вы будете. Ну здорово. Ну все, так сказать, Виктор Иванович, будет остальные ненужные. Да ну нет. Будет. Так, вот. Будет. Оператор будет остальные ненужные. Все. Ну вот это точно. Так что. Давайте на противного кто не будет. Вот. Ну ладно, все, все будут, значит, все хорошо. Надо распределить сейчас. Надо еще узнать, будет ли помещение. Ну это, так сказать, мы выясним. Значит, а вот распределите. У нас глава третья. Деньги для обращения товаров. И я думаю, нам, чтобы насладиться жизнью, вполне хватит двух параграфов этой главы. Нет, нет, Иван Михайлович, у меня предложение такое. Вот. Кусками читать не помню. Надо все прочитать. Да. Потому что всю главу… Нет, читать-то надо, может, и все. А вот по докладам… Прочитать все… Это сейчас другой вопрос. Обязательно прочитать все, потому что этой главой заканчивается первый отдел. Иначе не поймем. Да, да, да. Прочитать все. А вот здесь как получится? Просто я уже читал. Как в армии? Начинаем копать яму отсюда и до… Нет, нет, все получится, если нормально так. Просто распределить… Нет, спешить не надо, поэтому… Нет, там спешить-то и нечего. Ну давайте тогда так, кто возьмет первое – мера стоимостей. Виктор Иванович. Виктор Иванович, вы хотите? Нет, ну Виктор Иванович. А вы? Вам нет. Я в согласии. Нет, ну я давайте все-таки подлиннее тогда уж. Нет, я хочу второе взять. Если кто-то, конечно, хочет второе – мера стоимостей. Потом у нас есть средства обращения. А у нас самое ответственное. Потом у нас есть средства обращения. Значит, ну и третьи деньги. Ну давайте яблочить. Ну я думаю, мы не доковыляем. По идее мы должны вот это обсуждать. Потому что в мера стоимостей там много чего. Да, это очень много. Я думаю, мы до денег не дойдем, но если дойдем, то я тут пострахую. Не надо торопиться. Нет, ну если не успеем, мы продолжим еще раз. Как и известный киногерой. Не надо торопиться. Нет, действительно, я согласен. Разрывать не стоит там все взаимосвязывать. Нет, а прочитать? Нет, ну я понял так, что все-таки все читали. Поэтому я как-то так вот это прочитать. Еще раз прочитать. Да, еще раз прочитать. Да, еще раз прочитать. Да, 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 да. Все, да? Да. До какого? Значит, до страницы 140, по крайней мере, это наше взаимодействие превращение в денег в капитал. А где второе? Да. Да.